Непогода бушевала и на большей части страны. В Актюбинской области ветер и ледяная наледь оборвали провода и оставили без электричества сразу в семь районов региона. Паладар все выходные засыпала снегом, а соседний Петропавловск топит из-за разлива еселя. Мои коллеги о том, как перенесли зимний апрельский сюрприз в разных областях Казахстана. Утром на Ось-Каменогорск обрушился шквальный ветер с дождем и снегом. В горных районах дороги мгновенно превратились в ледяное полотно. Такими видео заполнены социальные сети. Большинство автовладельцев региона уже успели поменять резину на летнюю. В итоге транспорт беспомощно скатывался по льду на дороге. 18 апреля, 6.57 утра, перевал Умыш. Погода не дает нам расслабиться. Правильно говорят, понедельник, день тяжелый. Вот подкидывает она сюрпризики. Неприятный сюрприз получили и жители новостройки в Ось-Каменогорске. Вот только что вырвало сайник по ЖК Самрук. Улица Есимберина. К счастью, люди не пострадали. Машины целы. ДЧС сообщили, что ураган не нанес повреждений на социальных и коммунальных объектах. Мы просим населения ни в коем случае пока не планировать дальние поездки, не парковать свой транспорт вблизи слабо закрепленных рекламных конструкций и вблизи старых деревьев. И, конечно же, категория туристов. Хотелось бы напомнить, что в горах у нас сохраняется пока лавинная опасность. В ближайшие несколько дней синоптики обещают ночные морозы до минус десяти. В среду регион накроет аномальный для апреля ледяной дождь и только к выходным дням потеплеет до плюс десяти. А какие погодные сюрпризы апрель приготовил для наших соседей с Павлодарской области, расскажет моя коллега Раиса Маргунова. Раиса, вам слово. Спасибо, Ирина. В Казгидромете говорят, что снег в апреле это не аномалия для нашего региона. Даже в мае он в порядке вещей. Но что вы стихия так бушевала, повладарцы не помнят давно. Первый хлопья повалили к вечеру пятницы. Ну, аномалия какая-то. Это же надо такое. Наверное, никогда такого не было. Еще в мае бывали снег легкий, но без мороза. А это что? Да еще и столько. Мне кажется, зимов столько не было. Ужас. Я родился в апреле. Первый раз такое. Зато снег выпал. Летом урожай будет. А у жителей многострадального экибастуза дежавю. Из-за резкого похолодания пришлось вновь достать обогреватели и теплые вещи. Вот, батареи холодные. Ну, даже можно держать руку сколько хочешь. Они очень холодные. Вот так вот у нас постоянно включена духовка, потому что обогревателей не хватает на весь дом. Дома мы ходим в теплой одежде, в носках. Спим мы также во всем теплом. Но на местной ТЭЦ уверяют, что дома и соцобъекты не отключали от теплоснабжения для проведения ремонта тепломагистралей. Говорят, в работе три котла-агрегата. Что касается дорог, большая часть республиканских на выходные была закрыта. Но некоторые водители все же выезжали на трассы. К сожалению, без трагедии не обошлось. Водитель автомашины марки ВАЗ-217030 двигаясь по автодороге Астана-Елементар-Четверты на 1207-м километре совершила опрокидывание автомашины в Киеве. В результате ДТП 24-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Синоптики обещают, осадки в регионе прекратятся к середине недели. Уже завтра циклон уйдет на юг. Наблюдающаяся у нас погода связана с прохождением серии циклонов с большим содержанием влаги. Выпало полторы-две месячных нормы осадков за этот период. Выходные повладарцам обещают настоящую весну днем до 15 градусов тепла. Только вот потепление готовит свои сюрпризы, предупреждает моя коллега Анастасия Дроняк из соседней северо-казахстанской области. Настя, вам слово. Спасибо, Раиса. Весна у нас действительно дает жару. В Петропавловске потопило десятки дачных участков, расположенных в пойме Исиля. И вода в реке продолжает пребывать. ДЧС уже зафиксировали перелив через трассу Челябинск-Новосибирск. Пострадал участок в районе Заречного поселка. Уже накануне вечером движение здесь ограничили для всех видов транспорта. Выставили предупреждающие знаки. Объездная дорога имеется. Перелив порядка 30 сантиметров составляет. Но вода еще будет пребывать. В Петропавловске в районе метра мы наблюдаем подъем. Сейчас мы аналитически просчитываем. Но можно с уверенностью сказать, что вторая волна будет намного ниже первой волны. Пик паводка в регионе ожидается 18 по 20 апреля. В ДЧС говорят, защитные дамбы и земляные валы по всему периметру Петропавловска укрепили заранее. И надеются, что они не подведут. Анастасия Дроняк, Ирина Якунина, Раиса Маргунова, Астана Таймс.